Нет ничего прекраснее белоснежных мраморов греков и римлян, сказал когда-то еще в 18 веке Аган Ахим Венкельман. Его авторитет долгие годы в истории искусств был невероятно высок, и именно ему мы обязаны мифом о том, что греческая и римская скульптура была белой и красивой. Рассказывают даже, что когда Венкельман случайно на раскопках видел следы краски на античной скульптуре, он говорил, что это позднее варварство. Ему намекали, что это позднее, оно так глубоко в слое лежит, он зарекал что-то вроде, что это раннее варварство. В общем, цвет для Венкельмана был неприемлем и был варварством. В середине 19 века стали слышаться все чаще робкие голоса, а потом и куда более уверенные, которые говорили, посмотрите на находки. Ведь скульптуры сохраняют следы раскраски, они когда-то были цветными, но несовершенные методы, невозможность сохранить цвет, красочный слой, все это не позволяло демонстрировать вот такую найденную скульптуру с цветами раскраски. Поэтому многие из них были утеряны. Это знаменитая статуя Августа из Примапорта, которая, когда была найдена, она сохранила свои родные цвета, такие яркие, насыщенные, синие и красные. Но, находясь на открытом воздухе, краски окислились и просто в какой-то момент отвалились. И Августа мы знаем таким же белым, красивым и чистым, как и множество другой античной скульптуры. В начале XXI века немецкие специалисты, немецкие антиковеды провели в некотором смысле революционную выставку, которая основывалась на их исследовании цвета античной греческой римской скульптуры. Были подобраны антики с сохранившимися следами краски, были изучены скульптуры коры Акрополя, фрагменты портретов римских императоров, изучены в инфракрасном свете, в ультрафиолетовом излучении. Там увидели и рисунки на одеждах, и как были раскрашены глаза, брови, волосы и так далее. И все это воспроизведено и представлено в копьях. Надо сказать, что публика очень и очень изумлялась и не хотела принимать вот такой вид античной скульптуры. Все все-таки привыкли к белым и красивым. Что касается римских памятников, то в источниках мы можем увидеть указания на то, что цвет очень активно применялся. Так, например, того же Тагатуса, такую стандартную довольно римскую скульптуру, изображающую гражданина в национальной одежде в Тоге, можно было покрасить по-разному. Можно было оставить Тогу белой и просто нанести цветную кайму. А можно было выкрасить Тогу, например, в пурпурный цвет. Также некоторые бронзовые портреты, например, сохранили инкрустированные глаза, как знаменитый бруд. Декапитолийский что-то добавляло эффекта живого взгляда. На мраморных скульптурах эти самые глаза рисовались. Бронзовая скульптура очень часто покрывалась позолотой. И до нас дошло несколько образцов. Это иконная группа из Пезеро, это иконная статуя Марка Аврелия. Это и даже не дошедший до нас, но известный по описаниям колосс Нерона, который был когда-то позолоченным. Еще очень интересный памятник есть в собрании Капитолийского музея. Это сравнительно небольшая голова из цветного стекла. А если мы уже сказали, что краски способны поблекнуть, разрушиться, позолото может слезть, то стекло отличнейшим образом сохраняет свой цвет. И вот на этом примере мы видим, что действительно цвет для римской скульптуры не был чем-то чужеродным и непривычным. Как я уже сказала, в XIX веке стали звучать робкие голоса. Например, одним из первых был немецкий исследователь Алаис Хирт. Он пытался примирить сторонников белоснежной скульптуры по Винкельману и очевидную реальность. И говорил, а может быть использовали всего три цвета. Белый природный цвет мраморов. И так чуть-чуть подкрашивали синеньким, красненьким. Смотрите, как стильно, как контрастный, вроде бы неплохо. И, например, появилась реконструкция эгенетов, мраморов с острова Эгена, действительно, где было задействовано всего три цвета. Сам природный белый, красный и синий. Но после все-таки уже продолжались исследования, все больше внимания уделяли цвету. И да, сейчас соглашаются с тем, что античное искусство на самом деле было очень пестрым. Здания не были белоснежными, такими стерильными, они были ярчайшим образом раскрашены. Да и сами греки и римляне вовсе не щеголяли, как на картинах эпохи классицизма в белоснежных одеждах. Они тоже любили нарядиться и порой поярче. И, например, об этом мы знаем и из источников, из античных текстов. Да и о любви итальянских народов к яркости, к цвету, например, свидетельствуют росписи из этрусских и из оскосомницких гробниц. Субтитры создавал DimaTorzok